хорошо тут конечно у нас в мурманске уже октябрь это все уже зима на дворе тут еще тепло зелень это еще это еще осень в этом году такая ранняя что не было бархатного сезона совсем не было какой туман доброе утро мои дорогие время 7 утра надо мне идти в магазин автобус будет только 8 пойду-ка я прогуляюсь заодно с вами поговорю выложили вот видео поэтому придурка блин и вообще я смотрю вот как как люди реагируют на отношения между мужчинами и женщинами да это тема то такая жизненная вот и поэтому я хочу просто мысли свои высказать по этому поводу может я в чем и не права но вы же мне напишите если я не права ладно ну вот я буду смотреть на дорогу и с вами разговаривать вот люба неуемная до 7 утра подняла сходите с ней магазин я так уже к вам привыкла я даже не представляю как бы я вот без этого общения жила ну и пусть виртуальная пусть в интернете но она же есть так ну ладно тут тут дорога уже не ровная совсем ой и рука я устала смотрите как дом зарастает постепенно прям не знаю сколько градусов но прям пара за рта идет осень давно не было у меня отношений и все что вот случилось прям всколыхнула кучу всяких мыслей воспоминаний и очень хорошо хочу вам сказать мои дорогие что недолгими были эти отношения да и собственно и отношениями то это не назовешь так какой-то короткий романчик поэтому не успела я очароваться не затянула в эту пучину а что могло бы быть а если бы вот это все протянулось месяц полтора не дай бог полгода цветы и свидания лапша на уши о себе благородном рыцаре это ведь когда поживешь вместе хоть немного там все дерьмо вылезает на свиданиях то многого и не видно а затянуло бы по-любому я же человек и более того женщина хоть и с огромным тяжелым опытом тоже вы разорались так ребята как цветут кусточки красивые если кто первый раз на моем канале можете посмотреть у меня там есть видео про мои браки разводы и всякие страдания я там говорила что это все от нелюбви к себе от неуважения к себе что ли улыбнулись мне и в загс и никогда я не выбирала меня выбирали я с ним хоть на край света хоть в мурманск это из ближайшего то подмосковья но я не жалею ни о чем потому что мурманск это прям родной для меня город столько с ним связано а если бы не климат такой тяжелый с возрастом тяжело там я бы никогда бы оттуда и не уехала а так то это только с возрастом стали мозги то появляться уходят гормоны страсти и начинает какое-то прояснение в голове происходить да и много я за это время в себе пересмотрела и не только в себе а вообще в жизни я теперь по другому ко многому отношусь да и наверное уже опыта хватило и вот смотрю я на себя и вокруг на наших женщин да и с мужчинами тоже самое происходит сколько боли недоверия настороженности мне же сразу начали писать в комментариях к первому еще видео когда я только на свидание первое собиралась прям видно что люди научены горьким опытом и это о чем говорит это же не на ровном месте значит был такой же тяжелый опыт потерялась где-то доверие это по пути к людям значит так больно делали ой вот не могу я мимо них проходить да ой я как вспомнил стоишь привет ребят стоишь у окна вот это до четырех до пяти утра ты мой золотой да да нет это же камера нет ничего у меня вкусненько у тебя мой хороший вот отвлекли бабушку ребят ну мне надо идти облежал мне камеру все-все-все беги-беги-беги да что ж такое это что ты поиграться захотел с утра стоишь вот это всю ночь напролет думаешь случилось чего авария какая господи да что с ним да где он потом выясняется что у него такая же на стороне есть ты меня всю перемазал лапами ну не надо так ну да я грязная как я пойду в магазин а у него просто еще такая же есть которая его ждет и как жить после этого и вот смотришь а отношения браки зачем люди так поступают друг с другом измены предательство ложь издевательство насилие сколько боли мы друг другу делаем ну все-таки конечно чаще страдают женщины да что ж такое все все меня перемазал я вся грязная от его лапы ужас какой-то уйди от меня уйди я понимаю тебе поиграться охота а я о чем чаще конечно страдают женщины и дети ну дети это вообще отдельная тема и ведь когда открыто бьют орут унижают а бывает ведь что искрыто из потешка как ножом в спину посмотришь на такую семью все у них с виду ровно как говорят да тишь да гладь да божья благодать а а посмотришь и в глаза а там такая боль она уже и человеком себя считать перестала конечно если изо дня в день тебе говорят что ты никто ничего не стоишь это же ужас ну согласитесь сколько я таких знаю унижений была красивая самодостаточная женщина а через несколько лет вот такого брака вот таких унижений смотришь от нее ничего и не осталось и не знаешь что хуже когда тебе в лицо кулаком или когда с улыбочкой по кусочкам душу из тебя вырезают ну раз прям хочется кричать на весь мир люди что с нами происходит-то зачем все это разве для этого нас так тянет друг другу разве для этого создаются семьи родятся дети а ведь так просто и хорошо когда ты такая какая есть и он такой какой есть без всякого лицемерия без всяких масок и вам просто хорошо рядом комфортно есть о чем поговорить поржать вместе как кони помолчать вместе это вообще так здорово когда не скучно вместе молчать ну это опять не не о том что когда просто уже говорить не о чем и молчат и красотища какая ведь никто же нас не заставляет страдать и жить с кем-то хотя понятно конечно дети жилье деньги обстоятельства иногда не соскочить легко но ведь это и не говорит о том что должна терпеть что должна глазами в пол я вот если видел что это конец что вот ну просто точка кипения настала я расходилась и уходила мне куда я вот в 80-х годах развелась двое детей работала в салоне красоты маникюр педикюр квартиры своей не было к маме жить не пойдешь с двумя детьми я пошла на стройку на стройке я была одна местная там же как всегда говорили лимита одна со всех областей а что делать и пошла деваться некуда холеная со стрижками ухоженными руками и таскала ведра со шпаклевкой а квартиру заработала так что страшно конечно но на самом деле ничего страшного чем вот так унижаться чтобы над вами издевались и над детьми над вами ой мне кажется куда хочешь пойдешь так что я конечно мои дорогие не эксперт не психолог да и не советчик я тут просто так вот мысли по этому поводу может я в чем-то и не права но это вот от души если я в чем-то не права напишите мне я всегда жду ваших комментариев ну понятно тема то тяжелая мне вот с возрастом так стало мне вообще стало жалко всех с возрастом какая-то сентиментальная стала всех жалею жалко что люди так страдают и женщины и мужчины всем достается вот дети особенно но я все таки вот пришла к выводу что на самом деле нужно любить и уважать себя будешь любить себя и уважать и все вокруг будут тебя и любить и уважать сейчас только перестала говорить и поняла что у меня руки замерзли а этот еще идет он со мной всю дорогу артист перемазал меня лапами всю как идти в магазин ну ладно сейчас отряхнусь что смогу молодой здоровый дурила поиграться ему хочется ну иди дорогу то мне перекрываешь и еще вот повезло тем женщинам у которых мудрые матери я уж не знаю как это впитывается генетически или вот не знаю как вот есть молодые девушки они уже такие мудрые она себя не даст в обиду она выберет себе мужа достойного по всем параметрам мне вот не повезло с этим конечно ну а жизнь то уже не повернешь назад что уж теперь сожалеть об этом ну вот еще раз хочу сказать да я вообще не перестаю это говорить это мои дорогие не подписчики нет я уже вас прям считаю какими-то родными людьми я не представляю как я жила без вас вот не представляю как бы не ругали интернет не знаю он мне прям столько принес прям вот не побоюсь сказать счастье правда жизнь круто изменилась как-то за эти полгода это опять все он раньше то я сидела доковырялась дома ну пойдешь с Алинкой поговоришь ну там когда друзья приедут ну это ж ненадолго а теперь у меня прям вот сегодня в 6 утра встала у меня комментарии и все и самое главное что чувствуешь себя нужной так шумит уже дорога сейчас я прервусь до магазинчика я дошла шесть градусов а руки замерзают хе-хе-хе хе-хе я вот говорю раньше жила в мурманске да ну нужна я была детям внуки родились там помогать надо было а сейчас я прям чувствую себя нужной совсем незнакомым даже людям это здорово мне это нужно ну вот а сейчас вызвала я такси потому что я с водой я ее не дотащу дом тихо-тихо в нем я открою дверь никого не жду мне теперь не верь больше не приду но я не 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 не